Здравствуйте, дорогие первоклашки! Рада вас вновь приветствовать на уроке русского языка. Определим тему нашего урока. Взгляните, пожалуйста, на экран, взгляните на эти картинки, о чем они вам говорят? Наверное, вы догадались, что речь идет о малышах, которые впервые пошли в сентябре в школу. Так же, как и вы, 15 сентября дети пошли в школу. Их встретила у дверей учительница, дети ходили в садики, в подготовки, были дошкольниками. А кем они стали, когда попали в первый класс? Совершенно верно, как и вы, они стали первоклассниками. Почему мы заговорили об этом? Потому что сегодня мы с вами будем изучать стихотворение, которое так и называется первоклассником. Автор этого стихотворения Леонид Дьяконов. Вы знаете, ребята, этот писатель в 5 лет самостоятельно научился писать и читать. И он написал для детей более 30 книг. Именно с его книжками дети знакомятся с самого раннего возраста. Такие как песенки, байки, жила-была принцесса, олень, золотые рога, ключик и так далее. А сегодня мы познакомимся с его стихотворением первоклассником. Открывайте, пожалуйста, свои учебники. Это урок 80. Давайте будем вместе читать те слова, которые вы не поймете. Я постараюсь вам объяснить или же вы увидите их на картинках. Готовы? Начали! Машинисты и ткачи, трактористы и врачи, лесорубы и шахтеры, комбайнеры и актеры, повара и кузнецы, водолазы и певцы. Все когда-то в первый раз приходили в первый класс. И директор ваш, ребята, с букварем ходил когда-то. И учительница ваша начинала точно так же. Все ходили в первый класс. Ваша очередь сейчас. Такое вот необычное стихотворение, в котором автор сообщает нам, что все когда-то ходили в первый класс. К этому стихотворению, ребята, у вас дано два задания или вопросы. Первый вопрос звучит так. Какие профессии перечисляются в стихотворении? Если вы заметили, то в первом столбике в основном перечислялись профессии. Картинки к этим профессиям я вам показала. Такие как машинист, ткач, тракторист, врач и так далее. Машинисты, видите, ребята управляют поездами. Ткачи – это либо мужчина, либо женщина, которая занимается шитьем. Следующий вопрос в этом стихотворении. Кому обращается автор? Если вы внимательно читали и слушали, вы, наверное, заметили, что автор стихотворения обращается именно к вам. Давайте вместе найдем ту строчку, где автор обращается к вам, к моим дорогим первоклашкам. Приходили в первый класс, и директор ваш, ребята, с букварем ходил когда-то. Видите, ребята, он обращается к вам. И в конце. Все ходили в первый класс, ваша очередь сейчас. Вот как раз в этих строчках мы и замечаем, что автор обращается именно к вам, к первоклассникам. А теперь, ребята, давайте вспомним, что мы проходили на предыдущих уроках, и перейдем к грамматическому материалу нашего урока. Мы с вами изучили, что в алфавите 33 буквы. Из них 10 гласных букв и 21 согласная буква. А еще две буквы, которые не обозначают звуков. Это твердый знак и мягкий знак. Звуки мы произносим и слышим. Буквы мы видим, читаем и пишем. Повторяйте это и не забывайте. Сейчас мы с вами разберем упражнение 1, которое дано на страничке 88. Открывайте, пожалуйста, свои учебники, прочитаем задание и постараемся разобраться. В задании говорится, рассмотрите изображенные предметы, назовите первый и последний звуки в этих словах. Давайте посмотрим, какие предметы изображены в учебники. Первый мы видим, это улитка. Запишем это слово. Улитка. Второй предмет это очки. Запишем и это слово. Третий предмет это персик. Запишем это слово тоже. И последняя картинка это утки. Итак, у нас получилось 4 слова. В задании написано, назовите первый и последний звуки в этих словах. В слове улитка первый звук у, последний звук а. Оба этих звука, как вы знаете, гласные. В слове очки первый звук мы слышим а, но на письме мы пишем о. Последний звук и. В этом слове тоже и первые, и последние звуки гласные. Следующее слово персик. В этом слове первый звук п, последний звук к, согласные. И, наконец, последнее слово утки. Первый звук у гласный и последний звук и тоже гласный. Давайте вспомним, сколько у нас, ребята, гласных звуков и сколько букв, обозначающих гласные звуки. Во время изучения алфавита мы познакомились с этими звуками. В русском языке 6 гласных звуков. Это а, о, у, и 10 букв, обозначающих эти гласные звуки на письме. Это правило есть в ваших учебниках. Постарайтесь запомнить, сколько у нас в русском языке звуков и сколько букв, обозначающих эти звуки. А мы сейчас постараемся письменно выполнить упражнение. Приготовьтесь, будем работать вместе. Мы будем выполнять упражнение 2 на страничке 88. Допишите букву так, чтобы получилось новое слово. А слова у нас такие. Если перед словом дочка добавить гласный звук у, а на письме это буква у, получается слово удочка. Следующее слово стол. В слове стол букву нужно добавить в конце. Здесь мы добавим букву Б. И получится слово столб. Дальше идет слово газ. Здесь нам нужно буковку, ребята, добавить в середине слова. Мы можем добавить буковку Л. И получается слово глаз. А теперь перейдем на следующую строку. Слово шар. Можно добавить буковку Ф. И получается слово шарф. Кран. К слову кран мы можем добавить букву Э в начале. И получается слово экран. С остальными словами, я думаю, вы справитесь самостоятельно. Постарайтесь добавить буковку и получить новые слова. А мы пойдем дальше. Сегодня, ребята, мы в наш сундучок словаря добавим новое словарное слово. Это слово ВОРОБЕЙ. Нужно запомнить написание этого слова. У нас сочетание ОРО. В этом слове две гласные буквы О пишутся на письме, но слышим мы ВОРОБЕЙ. Поэтому запишите, пожалуйста, это слово в словарик и запомните, как оно пишется. А сейчас откройте, пожалуйста, упражнение 3 на страничке 87. И мы постараемся вместе выполнить это упражнение. Прочтите звуковые обозначения слов и запишите их буквами. Звуковые обозначения слов, вы знаете, мы даем в квадратных скобках. При изучении алфавита мы знали, что есть у нас мягкие согласные звуки, твердые согласные звуки. На письме мягкие согласные звуки обозначаются над согласным звуком запятой. То есть, если у нас здесь стоит звук Л и над ним стоит запятая, то этот звук мягкий. Мы читаем не СОЛ, а СОЛЬ. Так как мы не видим здесь лишнего звука, значит, эта буква на письме мягкий знак, потому что мягкий знак не обозначает звуков. Значит, первое слово у нас получается СОЛЬ. Давайте запишем его. Первое слово мы запишем с большой буквы, а все остальные слова мы будем писать через запятую. Второе слово ЯХТА. Обратите внимание на запись звуков. Мы видим звук ЙА. Мы знаем, что буква Я обозначается в начале слова звуками ЙА. Значит, первая буква у нас будет Я. Дальше ХТА. Получается слово ЯХТА. Это слово запишется с буквой Я в начале. Запишем. Следующее слово. В следующем слове у нас мягкий звук П. После него идет звук Э. Мы знаем, что звук Э не придает мягкость согласным. А вот на письме буква Е придает мягкость согласным. Поэтому после буквы П мы напишем букву Е. ПЕРЬ. Опять у нас мягкий звук РЬ. Значит, там у нас будет мягкий знак. Но этот мягкий знак, ребята, еще и разделительный, потому что после него идет хитрая гласная Я. Получается ПЕРЬ. Я. Запишем это слово вместе. Два других слова, я думаю, вы сможете записать самостоятельно. Будьте внимательны, чтобы хитрые гласные не обманули вас при записи этих слов. А для самостоятельной работы, ребята, я вам предлагаю на страничке 86 выполнить упражнение 2 и на страничке 87 выполнить упражнение 3. В упражнении 2 сказано, в каждом слове спряталось еще одно слово. Найдите, запишите эти слова по образцу. Например, в слове «Стри коза» спряталось слово «коза». Дальше идет, ребята, слово «радуга». Если в слове «радуга» отбросить первый слог, получается слово «дуга». В слове «телевизор» спряталось слово «это хищник», «царь зверей». Обратите внимание, можно прочитать слово «лев». Думаю, в остальных словах вам будет самостоятельно интереснее найти новые слова. В упражнении 3 нужно будет записать буквы в два столбика. Первый – это гласные звуки. Второй – это согласные звуки. То есть нам нужно записать буквы, которые обозначат гласные звуки, в первый столбик, а буквы, которые обозначают согласные, во второй столбик. Как вы видите, у вас на страничке в учебнике тоже есть слово «воробей», и вы видите его написание. А наш урок, ребята, подошел к концу. Давайте подведем итог. Сегодня мы познакомились со стихотворением Леонида Дьяконова, первоклассником. Я надеюсь, это стихотворение вам понравилось. Вы можете выучить его наизусть и тем самым упражнять свою память. Далее мы разбирали грамматический материал. Мы вспомнили гласные звуки. Их шесть. И десять гласных букв, которые на письме обозначают эти звуки. Выполняйте самостоятельную работу. Надеюсь, у вас все получится. В конце урока напоминаю вам, что обязательно нужно продолжать соблюдать личную гигиену, а в общественных местах дистанцию почаще мойте руки и не болейте. До скорых встреч! Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас вновь видеть. Тема нашего сегодняшнего урока по математике называется «Целая половина». Посмотрим на экран. Анар и Сабина хотят поделить сладости поровну. Как они могут это сделать? Давайте посмотрим внимательно, какие сладости имеются у детей. Две печенюшки и один кусочек шоколада. Конечно, две печеньки легко поделить пополам. Одно достанется Анару, а второе достанется Сабине. А как они поделят кусок шоколада? Если внимательно посмотреть, то можно заметить, что кусочек шоколада состоит из двух клеточек. А значит, если мы посередине поделим его пополам, каждый ребенок получит по одной клеточке. По половинке. Верно, ребятки. А давайте с вами наглядно рассмотрим это на примере яблока. Ребятки, что вы видите? Верно, это яблоко. Сейчас я хочу разрезать это яблоко пополам. Давайте разрежем его пополам. Вот мы его разрезали пополам. Ребятки, это половина яблока. Это тоже половина яблока. А если я соединю две половинки, то у меня получится целое. Значит, целое яблоко, половина яблока. Итак, друзья, наши сегодняшние ключевые слова – это целая половина. Некоторые предметы можно разделить на две равные части. Эти части – половины целого. Давайте рассмотрим это на примере листка формата А4. Вот, ребятки, я взяла лист как на рисунке. Давайте сначала сложим этот лист пополам. Вот так вот сложили. Затем с помощью ножниц вырежем посередине. Вырезаем аккуратненько. Таким образом мы что с вами сделали, ребятки? Верно, мы разделили лист на две равные части. То есть поделили пополам. Таким образом, это одна половина, а это вторая половина целого листка. Ну а теперь давайте посмотрим на круг. Круг тоже поделили на равные части. Провели линию посередине, получили две половинки. Второй круг разделили тоже на две части, но не равные. Посмотрите, одна часть получилась большей, а вторая часть получилась меньшей. Большая часть – меньшая часть. А теперь давайте с вами найдем целое и его половину, пользуясь образцом. В образце, как мы видим, у нас целое яблоко и его половина. Целая груша, а где же его половина? Верно, вот половинка груши. Соединим. Целый апельсин, а где половина? Правильно, вот половинка. Целый ананас, половинка ананаса. Целый помидор – половина помидора. Целая клубничка – половина клубнички. Определим фигуры, разделенные на две равные части. Какие из этих фигур разделены на две равные части? Правильно, молодцы! Вот первая фигура. Следующая фигура тоже разделена на две части, но это не равные части. А вот зеленая фигура поделена, верно, на равные части. Ребятки, какие фигуры еще разделены на равные части? Догадались? Верно. Вот наша фигура. И треугольничек. А еще какая фигура? Верно. Круг тоже разделен на равные части. Отметим. Умный цыпленок нам говорит, что количество предметов в некоторых группах можно разделить на две равные части. Посмотрите, было четыре мяча, их разделили на две группы. В каждой группе получилось по два мяча. Значит, мячи разделили поровну на равные части. Давайте посмотрим следующее задание. На какой картинке количество пуговиц разделено на равные части? В пункте А сколько пуговичек мы видим? Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть пуговичек. Разделили на две части. В первой части четыре пуговички, а во второй части две пуговички. А это не равные части. В пункте Б посмотрим, сколько пуговичек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь пуговичек тоже разделили на две части. Четыре в одной части, четыре в другой части. Это равные части. В пункте В посмотрим, сколько пуговичек. Раз, два, три, четыре, пять. Пять пуговичек разделили на две части. В одной части три пуговички, в другой части две пуговички. Это тоже не равные части. А значит, в какой группе пуговички разделены на равные части? Верно, в пункте B, когда 8 пуговичек разделили как 4 и 4. Это равные части. Отметим. Теперь давайте решим задачу. Эльхан хотел поделить 10 цветов поровну между Сабиной и Лалой. Сколько цветов получит каждая девочка? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте изобразим все 10 цветков. И проведем линию, которая разделит наши цветки пополам. А теперь сосчитаем, сколько цветков получилось в каждой части. Раз, два, три, четыре, пять. Пять цветков в левой части. Раз, два, три, четыре, пять. Пять цветков в правой части. А значит, каждая девочка получит по пять цветков. Айну разделила каждый фрукт на тарелке пополам. Сколько целых фруктов было на тарелке? Давайте посмотрим, ребятки. Мы с вами видим на тарелке фрукты. Груши и яблоки. Давайте сначала сосчитаем, сколько половинок яблок мы имеем. Раз, два, три, четыре. Четыре половинки яблока. Изобразим их. А сколько половинок груш мы видим? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть половинок груш. Изобразим их тоже. Ребятки, чуть ранее мы с вами разрезали целое яблоко пополам и выяснили, что если поделить яблоко пополам, две половинки яблока составляют одно целое яблоко. Теперь, пользуясь этим знанием, давайте с вами объединим две половинки яблока в одно целое. Значит, две половинки яблока – это одно яблоко. Следующие две половинки тоже объединим. Получим второе яблоко. Теперь то же самое проделаем с грушами. Две половинки груши – это одна целая груша. Таким образом, сколько груш мы имеем? Две половинки – это одна груша. Следующие две половинки – это вторая груша. И третья. Пара половинок составляет третью целую грушу. Таким образом, ребятки, давайте теперь сосчитаем, сколько целых фруктов у нас получилось. Раз, два, два яблока и раз, два, три. Три груши. А сколько же фруктов всего? Два плюс три равно пяти. Пять целых фруктов на тарелке. Дорогие друзья, следующее задание такое. По мнению Анара, два прямоугольника из трех разделены на равные части. А как думаете вы? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте это задание выполним наглядно. Итак, я приготовила прямоугольнички такие же, как на картинке. И поделила их на две части точно так же, как на картинке. Посмотрите, красный прямоугольничек, он разделен по диагонали таким образом. Я вот поделила, как на рисунке. Вот наш прямоугольничек, и он разделен на две части. Чтобы убедиться, ребятки, эти части равны или нет, мы с вами можем сделать следующее. Эти части наложить друг на друга. Наложили друг на друга эти части и убеждаемся, что части совершенно равны. Значит, красный прямоугольник разделен на две равные части. Проверим следующую фигуру. Следующий прямоугольничек у нас зеленого цвета. Проверим, на какие части разделен этот прямоугольничек. Зеленый прямоугольничек разделен тоже на две части, но эти части друг другу не равны. Как мы видим наглядно, одна часть меньшая, вторая часть большая. Значит, зеленый прямоугольник разделен на неравные части. А теперь проверим наш следующий желтый прямоугольничек. Он тоже разделен на две части, а чтобы проверить, это равные части или нет, мы также наложим части друг на друга. Как видно, части получились совершенно одинаковые. А значит, желтый прямоугольничек тоже разделен на две равные части. А значит, наш Анар верно считает, что из трех прямоугольников два прямоугольника разделены на равные части. Это красный и желтый прямоугольник. Ребятки, выделим эти прямоугольнички и перейдем к следующему заданию. Соедини целое с его половиной. Итак, половина яйца, целое яйцо, соединяем. Половина яблока, целое яблоко, находим и соединяем. Целая морковь, а где его половинка? Вот его половинка. Дальше, что мы имеем? Кленовый лист, целый. А где его половинка? Вот его половинка. Соединяем. А теперь выполним следующее задание. Раздели линии каждую картинку на две равные части. Итак, перед нами плитка шоколада. Как мы можем разделить на равные части? Все верно, ребятки, с помощью горизонтальной линии. То есть, таким образом, получится две половинки. Также мы можем эту плитку шоколада разделить с помощью вертикальной линии, если проведем ее вот так. Мы опять получим две равные половинки. Теперь давайте разделим торт. Как мы можем разделить его на две равные части? Верно, проведя линию посередине. А пиццу как можно разделить? Верно, ребятки, тоже несколькими способами. Раз, получаем две равные половинки. Можно также вот так провести линию, получаем две равные половинки. Еще можно вот так провести линию, когда получаем тоже две равные половинки. А еще можно провести вот такую линию. Тоже получаем две равные половинки. Теперь разделим яичницу. В одной части мы видим дольки огурца, а в другой части дольки помидоров. Как мы это сделаем? Давайте сосчитаем сколько у нас долек. Четыре дольки огурца и четыре дольки помидоров. Значит мы проведем линию аккуратненько вот таким образом, чтобы по две дольки огурца и по две дольки помидоров стало в каждой части, а также по одному глазку в каждой части. А еще как можно было разделить эту картинку на равные части? Верно, ребятки, проведя вот такую вот линию. Как видите, есть множество способов деления на равные части. Ребятки, на этом наш урок подошел к концу. Напоследок хочу вам дать задание. В рабочей тетради на страничке 7 выполните оставшиеся задания. Конечно, в нашей стране борьба с коронавирусом продолжается. Следует соблюдать правила гигиены. Обязательно следите за гигиеной, тщательно мойте ручки, ешьте больше фруктов, в них очень много витаминов. Будьте здоровы! Увидимся на следующем уроке.